МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наша программа о том, как появляются чемпионы. Как в историю любимого вида спорта всей страны, в историю футбола попадают самые обычные мальчишки. Все, что родились в каком-то небольшом городе, ходили в рядовую школу, потом в секцию, потом попадали в местный футбольный клуб, а затем мы болели за них всей страной. Им честь, хвала, им любовь болельщиков. И, как правило, в тени остаются те люди, что отдали футболу не меньше сил, переживаний и времени. Мы мало знаем о том, что значит вырастить настоящего спортсмена, что значит обеспечить его тренировки, отпустить на первые игры, дать ему уверенность в себе. В общем, обеспечить весь тыл и, скрепя сердце, отдать сына в большой футбол. Мы мало об этом знаем, а вот мама знает все. И расскажет нам, сегодня мы в Барнауле, в гостях у мамы игрока национальной сборной и полузащитника «Зенита» Александра Ерохина Елены Ерохиной. Здравствуйте. Добрый день. Елена, когда Саша родился, и вы, как любая мама, в каких-то мечтах представляли его будущее, вот каким оно было, это будущее? Оно было связано со спортом? Вы знаете, со спортом оно не было связано, как бы, можно сказать, ни с чем. То есть я представляла его и будущее, что он вырастет достойным, хорошим, порядочным человеком. А вот кем он именно будет, ну, как бы я особо себе пока не представляла, потому что он должен был вырасти и понять его задатки и способности, и наклонности, и интересы. Ну вот, кстати, когда проявились его первые таланты, там, может быть, он там два года уже заговорил на двух языках, там, как-то удивительно складывал конструктора, я не знаю, там, запел, затанцевал. Трудно сказать, вот потому что, ну, первое, что было в детстве, как бы мы занимались гимнастикой дома, делали зарядку, ходили в бассейн, то есть везде ему нравилось, ходили в кружки всевозможные. Был у нас этап, когда в детский сад он ходил, и рядом с детским садом организовался вокально-хореографический ансамбль «Перснохорки», «Казачья песня». Там же все это лихие казаки, сабли, шашки, папахи, вот такого плана. Вот своеобразная хореография. И руководители ходили в ближайшие садики и отбирали детей, и прослушали, и сказали, что у него есть вокальные способности. Я была очень, конечно, удивлена. Проходили мы, посчитайте, подготовительную группу, и первый класс вот мы ходили. Он учил уроки, значит, все, уроки раз, слышу уже, пошли там танцы, пляски, уже что-то там он отрепетирует. Сабли встала махать, да? Потом в один прекрасный момент встал прямо вот возле дверей, понимаете, вот как бы, говорится, ни раньше, ни позже. И говорит, мам, ты знаешь, я туда не пойду. Я его уговорила. Говорю, Саш, ну, проходил, прозанимался. Столько уже учителя в это вложили, руководители, все, всевозможных вот этих там кружков. Я говорю, ну, давай еще маленько походим. Ну, он согласился, и мы отходили еще как бы год. Вот первый класс. Ну, во всех направлениях пытались себя найти. А когда вы поняли, что вот все, пришло время отдавать сына в спорт, или вот он сам как-то попросился? Знаете, когда началась школа, первый класс, после детского сада, в садике обычно активное движение, начинается школа, начинаются занятия, уроки, то есть в школе сидим, домой приходим, уроки, долго сидим. И поэтому как бы необходимо было какое-то движение. И начали вот с того момента как бы искать. А сколько этому лет было? Раньше почему-то у нас все кружки спортивные со второго класса приглашали детей. Он ведь и в других секциях пробовал себя. Не сразу же футбол, да? Да, да, вот что ему не понравилось? Мы начинали с чего? У нас в городе Барнауле есть спортивный комплекс ОПИ. Там сосредоточено достаточно много всяких кружков. И мы как-то решили пойти туда и побывать на всевозможных тренировках. Какие там есть секции, кружки. Получилось, что в один день мы сходили на большой теннис, бассейн. Ну, с бассейном мы занимались с детства, с ним как бы ходили. То есть он имел представление, тоже выбор как бы был плавания. И побывали на тренировке кикбоксинг. И все за один день? Да. Ну, это вот мы в один день посетили. И когда уже вышли со спорткомплекса и на остановке увидели объявление. Вот это просто какая-то судьба, наверное. Весь это объявление как бы набирают мальчиков. Девяти лет в футбольный клуб «Динамо». И мы решили туда сходить. Вот это, кстати, так важно услышать всем родителям, да, то, что вы и не настаивали ни на чем, и каких-то своих там приоритетов не выставляли. То есть попробовали сюда, сходили, сюда, сходили. И смотрели, наверное, да, как мальчишка отреагирует и куда действительно его потянет. Да, конечно. Понимаете, вот эта радость в глазах ребенка, когда ему что-то нравится, и он делает это от всей души. И это ему интересно. И ты сам заражаешься этой энергией. То есть мне его глаза обо всем говорили всегда. То есть я видела вот это удовольствие. Вот это все, что он испытывает. Все, мне как бы вот этого было вполне достаточно. Так, ну а в школу он с охоты пошел? Очень с охоты, да. Он любил учиться. Учеба ему давалась достаточно легко. Первый класс, я, надо сказать, отсиделась. Второго класса уже он самостоятельно этим занимался. И даже не напоминали. Там типа, Саша, иди делай уроки. Были напоминания, но вот прививала самостоятельность. Хотела, что все-таки он сам никогда не сидела над ним. Он достаточно тоже как бы ответственно подходил. Но, в всяком случае, все равно же было видно по дневнику, по оценкам. Отличник? Не отличник, хорошист. Поподробнее еще поговорим как раз о школе. Тем более, у нас есть возможность поговорить с учителем Саши Ерохина, с Ларисой Анатольевной Егоровой. Она тоже у нас в студии. Лариса Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, каким Саша был учеником? Обыкновенным мальчиком. Но галантность, воспитанность в нем присутствовала. По отношению к спорту, как у него было? Очень любил спорт. Футболом он занимался 7 лет, вне школы. А в школе его заметила тренер по лыжам. И вовлекла в свою спортивную секцию, где он и принимал участие в соревнованиях, защищал честь нашей школы. Лариса Анатольевна, а я же так понимаю, вы конкретно его не учили. То есть вы не были его преподавателем? Преподавателем нет. Но он участвовал во всех моих праздниках. Он был и ведущим. Ведущим чего? Концерты его школьные? Конечно, конечно. Ведущим многих концертов. Праздники, которые посвящены 8 марта, Дню Учителя. Однажды он с другом пришел в актовый зал, где занималась театральная студия «Этюд», и соизволил участвовать. Захотели тоже артистами стать? Да. А там спектакли ставили? Да, там ставили спектакли. И одним из таких запоминающихся спектаклей была «Синяя борода», где он сыграл главную роль. Синюю бороду? Да, совершенно верно. Вот этого злодея-убийцу? У нас немножко концовка другая была, более лирическая. Вот эту «Синюю бороду» сделала своими руками Елена Валерьевна. Мама? Мама Саши. Она очень нам помогала. Дальше коллектив стал репетировать радость завтрашнего дня по мотивам сказки «Митерлинка. Синяя птица». И там он должен играть… Саша. Саша, да. Саша должен играть роль огня. Опять же, мама сшила ему такой обалденный костюм. Кстати, он до сих пор у нас хранится в костюмерной. И когда вот нужен на спектаклях, мы его используем. Но сыграть ему не пришлось. Репетировали, репетировали. И однажды он приходит к руководителю и говорит, я не смогу сыграть эту роль. Я уезжаю на сборы по футболу. Я думаю, именно в этот момент решилась его судьба. Очень горжусь я Александром. Спасибо большое, что пришли к нам. Это был заместитель директора по воспитательной работе школы номер 125 Егорова Лариса Анатольевна. Ну, а мы продолжаем разговор с мамой Саши Ерохиной, Еленой. И вот подошли мы к тому моменту, когда вот уже Саша начал по-настоящему заниматься футболом, играть в футбол. Да, помню тот день, когда мы пришли в футбольный клуб «Динамо». Ему было тогда 8 лет, брали с 8 лет мальчиков. Тренер как бы нас встречал, разговаривал с родителями. Я на тот момент была с Сашей, разговаривал с ребенком. Дал добро нам, что можно заниматься. А вот график тренировок тогда уже был плотный или позволял совмещать футболы и другие секции? График был, наверное, три раза в неделю, как обычные тренировки идут. Ну, надо сказать, что такой он был достаточно нормальный, легко, так сказать, по нагрузкам переносимый. Когда начались уже тренировки, когда началась уже вот эта футбольная школа «Динамо», да, здесь в Барнауле, все равно, наверное, еще и дворовые какие-то тренировки были? Еще с мальчишками где-то, наверное, играли? Да, вы знаете, просто вот уже тут вот этой активности иногда просто диву даваться можно было. То есть тренировки, во-первых, с каждым годом, во-первых, их интенсивность увеличивалась. Допустим, были трехразовые, потом они были гораздо чаще, игры всевозможные. То есть получается на неделе тренировки, потом, значит, у нас в выходной обязательно какая-то игра. И плюс вечером можно было еще сходить с ребятами во двор, там организовалась какая-то команда, допустим, школьная команда, и ребята, вот, они все жили рядом, так получилось. Много ребят с нашей школы оказалось, параллели с нашей. И вот они организовывались со школьными командами, с дворовыми командами, то есть силы были, играли еще во дворе. То есть футбола много не бывает, да? Много не бывает, он даже дома, придя домой, потом после вот такого дня, он еще дома мог пожонглировать, попинать. То есть там стены как бы приходилось иногда штукатурить нам. Давайте-давайте поподробнее сейчас мы вскроем вот этот момент. Что еще пострадало? Стекла, зеркала, вазы, посуда? Да, ну это, конечно, вот как окно не пострадало у нас, я не знаю, у нас была ударная стена прямо под окном. И вот он, и рядом еще такая вот окно, и рядом простенок. И вот этот простенок, это было что-то. Я не знаю, соседи, конечно, если буду слушать эту передачу, конечно, спасибо, что они все это пережили и выжили. То есть они прочувствовали очень глубоко вот эту нашу спортивную жизнь. Вот, и стена рухнула, обвалилась, мы ее штукатурили. Ну, как бы... Рухнула из-за того, что Саша? Там же была штукатурка нанесена, и как бы вот он пинал, 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 и как бы она обсыпалась в результате, да. Но так как бы он много жонглировал ногой, головой, то есть все это, и за диваном. Ну, в общем, там вот зал у нас, он весь как бы был как спортивная такая. По-первых, приходили, допустим, бабушки, в воротах всегда у нас стояли тоже. Что? Бабушки в воротах? Да. Для ваших бабушки? Ну, моя мама более такая что-то активная в этом виде спорта была. Она стояла на воротах у нас в проеме. А он пробивал? В проемом, в дверьном проеме. С каким счетом обычно заканчивались эти встречи? Ну, конечно, команда побеждала. Подождите, а бабушки сами просто такие вот активные вот в это вторгались? Или это Саша? Нет, вы знаете, ну, просто они, допустим, приходили к нам домой, и вот в процессе игры, когда он еще был, ну, такого возраста, второй, там, третий класс, да, что он еще такой был достаточно, достаточно небольшого возраста, и вот они, как бы, да, в такие игры играли. Как воспитать чемпиона? Мама знает все и расскажет на Авторадио. Авторадио и Российский футбольный союз при поддержке Газпромбанка представляют проект «Мама знает все». Здесь мы в деталях изучаем путь становления российских чемпионов, сильнейших игроков сборной страны по футболу. Погружаемся в детство, юность наших парней, узнаем, насколько сложно было добиться успеха и как нелегко было переживать поражение. Помогают нам в этом самые главные люди в жизни футболистов – их мама. Откровенный рассказ «Мама зенитов» с Александром Ерохиной, Еленой Ерохиной – стержень нашей сегодняшней программы. Елена, мы поговорили довольно подробно про школьные годы Саши, но давайте теперь о том, что свою родную школу в Барнауле он ведь все-таки не закончил. Да, мы забрали документы, когда он закончил восьмой класс. Тоже был такой трогательный момент, когда я шла с этими документами, в руках, у меня текли слезы. Были много поездок по нашему региону, так скажем, в Новосибирскую область. С Барнаульским динамом он ездил? Да, да, да. Вот. И был турнир в Новосибирске, какой-то международный. И там были представители нескольких клубов, просматривали ребятишек. И там поступили несколько предложений, и вот была коммерческая команда. Они предложили ему заниматься с ними. И предложили как бы переехать в город Волгоград. И вот Волгоград вы его отпустили, тем не менее. Это же нужно было уехать из дома, где-то там в другом месте жить, тренироваться или как? Какая система была? Да, надо было уехать из дома. То есть мы забрали документы из школы, нужно было учиться в школе, тренироваться вдали от дома. То есть все, как бы Саша сказала, что я, да, хочу. Это сколько ему лет было тогда? Получается, 12. А вы с ним не думали поехать? Думали, думали. То есть все, как бы думали, продать квартиру и поехать там, где будет он. Это было вообще даже, можно сказать, необсуждаемо. Но пошел какой-то небольшой период времени, и что-то там не сложилось. Перевели его в футбольный клуб «Динамо». И это уже в Москве? Это уже в Москве. То есть он самостоятельно. Причем уже, если бы они в Волгоград ехали, несколько ребят, какой-то костяк был, как бы был более-менее, ну, какая-то была спокойность, то тут в Москву он поехал вообще один. Ребята вернулись домой, а он поехал в Москву один на поезде, значит, все, он добрался, устроился, значит, ну, все там встретили на квартире с ребятами, там взрослые ребята, по-моему, несколько, два парня еще из «Динамо». И он, он рассказывает мне, значит, добрался, что вот, мам, так-так, вот тут квартира, вот, значит, что завтра на тренировку, вот школа какая-то. То есть отдельная школа, отдельный футбол, нужно с мамой везде ездить? Все, так, добираться везде по городу, везде вот это. Так, я говорю, ну, что-то не то здесь, что-то здесь не то, конечно, и так нам как бы, ну, вообще это надо, действительно-то надо нам переезжать. Можно только представить вообще, что вы вот во все эти моменты переживали? Переживания, их вообще невозможно просто описать, потому что я мама, ну, вот, я не знаю, ну, до помрачения, так сказать, мозгов, то есть его нет, тут 15 минут со школы, все, мама собирается, бегом, зима в тапочках можно бежать, ну, то есть все, уже ни о чем не думаешь. Ну, слушай, ну, тогда, значит, наверняка у вас возникала когда-нибудь тогда мысль, что, да ну и в этот футбол, пусть живет, сынули дома, и никуда его не отпущу. Конечно, конечно, ну, понимаете, это мое лично, это же, ну, это моя жизнь, а это же из ребенка, ну, как я, видя его глаза, видя его желания, только это мной двигало. То есть я его, видимо, чувствовала, ну, как бы я его чувствую до сих пор, то есть все его желания, то есть, ну, вот как это передать? Ну, наверное, еще тут есть определенная вина, скажем так, да, в кавычках тренеров, которые и убеждали вас в том, что есть у парня талант, что с ним нужно работать, что нужно ему идти вперед, и что не нужно, наверное, здесь жалеть, останавливать, бояться и так далее. Все началось, наверное, с того, что в Барнауле на тренировках его присмотрел Геннадий Иванович Смертин. И как-то вечером Саша приходит и говорит, мам, ты знаешь, вот меня позвал заниматься к себе Геннадий Иванович Смертин. Давайте поясним, что это тот самый Смертин, это папа двух замечательных, известных тоже всей стране, футболистов, Евгения и Алексея. Да, 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 да. Ну, да, то есть для меня это было, конечно, вообще полной неожиданностью, опять же, вот знаете, что моего ребенка приглашает, значит, такой человек. Я говорю, Саша, ну да, как бы я его полностью поддержала. Говорю, конечно, папа и я, как бы все. Говорю, ну конечно, ну надо сходить. И вот он начал к нему как бы ходить. То есть помимо тренировок у нас еще организовалось вот эти... А получается, когда он пошел к Смерти, но он уже играл в Динамо. Да. В Барнаульском. Да, да, да. Знаете, у нас есть уникальная возможность связаться с первым тренером Саши, славного Барнаульского клуба Динамо, Владимиром Кривошейным. Владимир Анатольевич, скажите, пожалуйста, можете вспомнить свое первое знакомство с Сашей? Каким он был ребенком? У него было огромное желание играть в футбол, добивать мячи, не любил проигрывать. А как с ребятами ладил по команде? Да, Саша, что он спокойно был. Мало разговаривал, был капитаном команды. Спасибо вам большое, что вышли к нам на связь. Это был Владимир Анатольевич Кривошейн, первый тренер Александра Ерохина. Какой неразговорчивый тренер. По-моему, очень скромный, очень такой сдержанный человек в эмоциях, да, Лен? Ну да, он очень такой благородный, ответственный человек, серьезный. То есть он ко всему подходит серьезно. То есть он видит командную игру, что это команда, что они должны все вместе играть. Победит не один, а победит вся команда. В разговорах часто упоминают, что, конечно, такой команда, и таких ребят, как Динамо-89, конечно, сейчас, и родителей. Причем он подчеркивает, что тогда была команда родителей еще. Что, говорю, сейчас таких, конечно, не буду никого обижать. Но, тем не менее, невзирая на то, что Динамо-89 уже, оно неповторимое, единственное, и по своему составу, и по своей целеустремленности и успехам, тем не менее, детские турниры сейчас здесь проводятся, в Барнауле. И мы знаем, что Саша Ерохин имеет к этому непосредственно отношение, уже как вдохновитель, уже как организатор. Да, и проводятся турниры имени Александра Ерохина на базе клуба «ТЭМП». И у нас есть как раз возможность связаться с директором спортивной школы «ТЭМП» Олегом Киушкиным и подробно узнать об этих детских турнирах. Олег, скажите, мы знаем, что вы совместно с Сашей проводите детские турниры. Расскажите нам, пожалуйста, вот о таком сотрудничестве. Я ему позвонил, предложил назвать один из тех турниров, которые мы проводим, кубок Александра Ерохина. Он согласился с этим, поддержал очень. И в марте будем пятый по счету турнир его проводить. Он уже у нас стал традиционным. Как мальчишки реагируют, когда земляк Александр Ерохин приезжает к ним на соревнования? Очень позитивно, очень хорошо относятся к этому. Тем более, что Саша готовит очень классные подарки. Те кубки и медали, которые он дает, они очень хорошего качества, большие, красивые. Это мячи, это футболки, для батареи это перчатки, это бутсы, это мешки для обуви, это рюкзаки. То есть все, что детям может пригодиться в занятиях футболом. Вот ваше мнение, все-таки насколько сейчас мотивированы мальчишки на футбол, и насколько помогает в этом опыт вот таких земляков, как Саша Ерохин? Сейчас смотришь на детей, они хотят не в команду «Динамо» Барнолу попасть, а хотят уехать куда-то, потому что, ну, наверное, там условия получше. Смотрят, опять же, на Александра, который уехал. Это же тоже пример для детей, пример для подражания, что уехав, можно себя очень хорошо проявить на более высоком уровне, как Александр. Хочу сказать еще о том, что Саша сейчас, поддерживая турниры, понимает, сколько важно детям сейчас в них участвовать, получать качественные, хорошие подарки и за счет этих турниров развиваться. Олег, спасибо большое, что вышли с нами на связь. До свидания. Спасибо, счастливо. Мама знает все. Елена, вы знаете, хочется еще раз все-таки вернуться в нашему разговоре, коль уж у нас пошла такая вот сейчас тренерская волна. Еще раз про Геннадия Ивановича Смертина. Я так понимаю, что действительно он сыграл большую роль в судьбе, в становлении, в определении какого-то пути, да, для Саши, но при этом еще и по-человечески с вами дружился с вашей семьей. Да. Вы знаете, просто удивительно, когда встречаются такие люди, настолько благодаренным на самом деле. Ну, это просто сюрприз судьбы, можно сказать, удивительный. Вот он был настолько этим футболом заражен и заряжен, что вот он все время тоже, Геннадий Иванович, отдавал занятия с ребятами. Всегда говорил очень хорошие вещи, отзываясь о Саше. Я была удивлена, конечно, что посторонний человек, ладно, мама там может, конечно, своего любимого сына бесконечно петь ему дифирамбы, но чтобы посторонний человек вот так вот говорил как бы о твоем ребенке, ну, это просто, конечно, можно отдать многое. Это просто какое-то счастье на самом деле материнское. Поскажите, пожалуйста, вот вам кто-то советовал, куда нужно отвезти сына, кому показать, чтобы на него обратили внимание? Ой, вы знаете, нет, все чисто интуитивно происходило на самом деле. Но если у мамы, ну, как сказать, это есть желание, вот этот потенциал, она, родители, они будут это делать, правильно? Когда начались вот эти действительно просмотры, вот когда Геннадий Иванович, значит, он предложил, посмотрев, как Саша как бы ездил вот с этой коммерческой командой по разным городам, они по республикам ездили, объехали, они все ближнее, зарубежье, он как бы, видя это, что в принципе перспективный, видимо, мотается, и он говорит, ну, давайте, говорит, попробуем его в школе локомотив, говорит, свозим его, давайте. И он сам собрался, и они с папой поехали Так, и вы съездили на просмотр? Да, они сказали, да, мы возьмем вашего мальчика заниматься. Как встретили его в локомотиве? Как началось вот это все? Когда вы все-таки с семьей решили, что ладно, пусть ездит? Да, ну вот съездили, все сказали, да. Так они его посмотрели на тренировки, говорят, вот сейчас будет ближайшая игра, это будет решающим моментом. И на тот момент получилось так, что у нас документы были все, находились в той коммерческой команде, и нужно было это все забрать каким-то образом. И мне пришлось поехать в Москву, в этот день была игра, и после игры подходит тренер и говорит, все, мы Сашу оставляем. Вот так говорится, как будто его где-то оставляют в каком-то, в чужой стране, в больнице, все, мы Сашу оставляем. А его на самом деле, он попал, то есть, в московскую школу локомотива, в принципе, это сыграло вообще определяющую роль, наверное, во всем остальном. Да, ну, знаете, это был у нас тут такой стресс, вот это все было, как будто происходит, это не с тобой на самом деле, вот правда, вот игра не с тобой, но это у нас есть дом, у нас есть родина, ну, как так, как, что это происходит в нашей жизни. А Саша в этот момент? Саша, он непоколебим, он уверен, то есть, я стою, плачу, говорю, Саша, ну, может быть, домой? Он стоит, мам, нет, я остаюсь, я буду играть в сборной. Трудно все это воспоминать. Да, мы сейчас обратились все-таки к локомотиву, поподробнее уже знаем с другой стороны, как его там встретили, как приняли, с какими трудностями столкнулся. Мы все это расспросим у Николая Ульянова, старшего тренера Академии локомотива. Николай Михайлович, добрый день. Программа «Мама знает все» и у нас в студии сегодня мама Александра Ерохина. Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно вас слышать. Мне тоже очень приятно вас слышать. Я помню и у вас, и у него были такие волнения, что он, хотя бы не попадал в тартовый состав. Да, 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 да. Помню, я вам звонила. Да, да, ну и вы приезжали когда в Москву, в отзывах тоже. Да, помню. Спасибо. Я вам признал, что будет работать, обрастет мясом, будет играть. Помните? Да, да, помню, помню. Да, он же был худенький, длинненький у нас. Да, да, вот поэтому он немножко тягучий был. А когда он тренируется с такими игроками, вы помните, что у нас в средней линии тогда были ребята, Фомин, Горбатенко, Власов, они уже в сборной России были. Да, да. И Саша с ними тренируясь, получал, конечно, хорошие навыки и рос как игрок. И конкурируя за место в составе, все это дало ему, конечно, вот и такой толчок в дальнейшем прогрессе, и, конечно, он прибавлял сильно. Уже на выходе, на выходе стали и чемпионами Москвы, и там в России третьим были. Это, конечно, вот за счет того, что вот Саша такой был целеустремленный, такой работоспособный. И, конечно, то, что воспитание он хорошее получил, он так и в интернате, и в школе никаких претензий не было. Спасибо большое. Напомню, что у нас был на связи старший тренер Академии Локомотива Николай Михайлович Ульянов. Всего доброго, счастливо. С наступающим Новым годом. До свидания. Спасибо еще раз огромное. До свидания. А общую образовательную школу он, получается, закончил уже в Москве, там же вот при Локомотиве. Да, закончил он без единой тройки при школе Локомотив. Я помню, что тоже учителя отзывались достаточно положительно, потому что некоторые же уже ленятся учиться, что все уже, вот они уже... Вроде как спорт. Да, уже все, профессия есть. А Саша хорошо закончил у нас диплом, но надо было мне взять его с собой, показать вам, что я как бы говорю правду. Мама знает все на Авторадио Мама футболиста – это личный диетолог, экипировщик, массажист, психолог, спонсор, пиарщик будущего спортсмена. По сути, это первый и самый преданный, самый любящий спортивный менеджер начинающего футболиста. Поэтому мама знает все. Именно поэтому и появился наш совместный проект с Российским футбольным союзом и Газпромбанком. Мы продолжаем в эфире Авторадио Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. И мы по-прежнему в гостях в Барнауле. У мамы игрока «Зенита» и игрока национальной сборной Александра Ерохина. Елена, по поводу Барнаула. Довольно спортивный город у вас получается. Достаточно много спортсменов отсюда вышло, таких известных всей стране. Да. Видимо, такой у нас город закаляет людей. А у Саши спокойно ходят по улицам Барнаула или вот есть поклонники, которые преследуют периодически? Ну, преследователей нет. Все, наверное, достаточно адекватные, можно сказать. Узнают его? Узнают. А Сашины друзья, они в основном футболисты или остался кто-то еще из детства? Нет. Вот именно, что друзей много. Не то, что много, а есть друзья, которые с детства вот именно... И вне футбола там, да? Сейчас они вне футбола. Вне футбола. А вот, знаете, давайте как раз пообщаемся с одним его другом из детства Виталием Ивановым. Виталий, добрый день. Добрый день. Виталий, на вас одна надежда. Смотрите, сегодня из всех рассказов учителя, тренеры ну, прямо идеальный портрет возникает. Просто идеальный мальчик вырос в идеального юношу. Может быть, вы нам в конце концов расскажете, какое-то хулиганство это нормальное, мальчишеское было? Хулиганство всегда было у нас. Слава Богу. Ну, это молодость. И мы, как бы, это местное там общее хулиганство было какое-то. Так, про общее хулиганство. Давайте проверять информацию. Вы играли в футбол на деньги с сотрудниками милиции? Да, это было. Это было. Ура! Это Геннадий Иванович Смертин заманивал этих полицейских и сыграть молодежи. Нам было там лет по 12-13, наверное, там 14, может. И на интерес им надо было. Они захотели сыграть на деньги. Типа, молодежь, мы вас там быстро сейчас обыграем. Они предложили это? Конечно, они предложили. Ну, а мы, как бы, молодые. Почему бы и нет? Ну, давайте сыграем. И какие были ставки? Ой, если честно, ставки не помню. Ну, там не сильно большие были. Там 100-200 рублей небольшие. Ну, пришлось им распрощаться с этими ставками. То есть вы их сделали? Конечно. Ну, молодцы какие. У нас был очень там хороший состав игроков. Саня, я, Юра, Дудкин. Как бы, все воспитанники Геннадия Ивановича Смертина, с которыми он занимался отдельно. Ну, и плюс еще дети. Геннадий Иванович Смертин собирал детдомовцев и тренировал их. Вот как бы мы вместе все тренировались там. И получилось, что мы их обыграли. Ну, это было и не раз, кстати. Насколько вы обули российскую милицию? Ну, каждый раз там по 150-200 рублей, вот, считайте. А вы никогда не проигрывали? Тяжело было им проиграть. Геннадий Иванович обучал у нас техники какой-то и пас, передача. А тут мужики просто собирались в свое удовольствие. У них там было вот это помещение, где они работали. Выходили на улицу поиграть там вечером после работы. Ну, соответственно, нам было проще. Мы дети, молодые, прибежали, обыграли, ушли, все. А с девчонками гуляли? Конечно, гуляли. Как не гулять-то? Саша, в вашей компании был лидер или нет? Он уехал очень рано, поэтому там, когда гуляли с девчонками, не успели разобраться, кто еще был лидером. Там, да, там как бы все общее. Вроде как компания одна, но не было кто-то с кем-то, что-то и как-то. А на гитаре вы вместе учились играть? Нет, на гитаре это для меня удивление было. Я вообще не знал, что он играет на гитаре. И на свадьбе, когда он сыграл на гитаре и сочинил еще свою песню, это было удивление вообще для всех. А скажите, вообще какую музыку слушали в юности? Да музыку мы обычную слушали. Те же самые «Руки вверх». Знаю, что «Батарейка» самая любимая песня у него. Каждый раз собираемся и вот поем ее. Когда вы почувствовали какую-то наибольшую гордость за своего друга? Самое, наверное, большое это когда вызвали в сборную его первый раз, когда он еще в Урале играл. За месяц до этого мы с ним причем разговаривали. И я говорю, ну готовься к сборным, Слуцкий вызовет. Он-то еще посмеялся, да не-не-не, а у него получалось, что он уже пять игр подряд там забивал и очень там заметная фигура уже к тому моменту была. Он вроде как там поскромничал в очередной раз, да нет, вряд ли вызовут. И потом вызвали, и я ему звонить, и он в самолете, я быстрее жене его звонить, поздравлять там все. Я говорю, где он? Все, летит. Ну слава богу. Какие вот качества характера, вот если прямо сказать, да, вот Саша, какой он? Что в нем самое главное? Слушайте, у него самое главное, там он скромный, он трудолюбивый, он целеустремленный. Бывают моменты, когда он там по футболу сидит в запасе где-то, не выпускает его, там он расстраивается, руки, все равно там через неделю, две, три, там он выходит и уже забивает, становится лучшим игроком матча, забивает там несколько игр подряд и добивает своей цели, все равно не опускает. Хотя многие бы там психовали, бы там лили грязь, там натренеровали на что-то. За ним такого ни разу не замечено было. Общаемся с ним, да, он расстраивается, но не унывает и также говорит, что будет продолжать тренироваться и найдет свой шанс. Вот каждый раз он находит свой шанс. Спасибо вам большое, что к нам пришли. Спасибо огромное. Спасибо вам, что позвали. Это был друг Александра Ерохина, Виталий Иванов. Продолжаем разговор с мамой Сашей Ерохиной, с Еленой. Елен, вот понятно, что в центре, в целом в центре нашего проекта это футболист, в конкретной на этой программе это ваш сын, но хочется чуть побольше еще узнать и про вас. Вот давайте, знаете, с чего начнем? С какой работой вы совмещали работу мамы-футболиста? Ну, у меня основная работа, я закончила первая моя профессия за крошек по образованию. Почему я и шью? Достаточно профессионально. А второе образование я получила уже попозже, высшее. На нескольких работах я работала. Нравилось мне, они приносили какое-то удовлетворение, радость, в общем-то, и достаток, так скажем, более-менее какой-то. Вы строгая мама? Не очень строгая мама, но если что-то мне не нравилось, конечно, как бы я всегда высказывала свою точку мнения. Ну, Саша прилетал когда-нибудь? Ну, и вот было, когда был какой-то момент, что он как-то так вот маленько баловался, что ли, и я что-то... Наверное, когда стена упала. А вот когда стена-то, да, 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 да. В те моменты я тоже уставала, конечно, от этих стуков бесконечных. Вот. А так, ну, да, то есть, как бы, что-то я там пыталась строжиться как-то. Ну, чтобы дисциплину держать там, да? Ну, да, как могла. А хвалить начинающего футболиста надо много? Говорит всегда, что получается, что ты молодец, что, ну, если что-то не получается, как бы поддерживать. У него как-то все получалось, и всегда говорил, что молодец, Саша, хорошо, ну, просто. И есть просто специалисты, которые, наверное, все-таки это оценивают, но не мама. Про футбол я вообще, как бы, не могу там... То есть вы не можете сейчас профессиональную игру разложить? Ну, естественно, нет. Я болею только за игры, когда играет Саша, и в то время, когда играет Саша. То есть даже если будет там какой-нибудь там финал чемпионата мира, например, вдруг без участия нашей сборной, вы смотреть не будете? Навряд ли. Если там Саша не играет? Нет. То есть для вас футбол это Саша? Это да. Понятно. А могли бы вы его в детстве шантажировать этим самым футболом? Нет. Ну, если что-нибудь не сделаешь, на тренировку не пущу. О, нет, ни в коем случае никакого шантажа, никогда, ни при каких обстоятельствах. Единственное, был шантаж, когда в детский садик мы начинали ходить, и мы ходили за шоколадки, то есть уговаривала так, Саша, ну вот ты вот сейчас побудешь там маленько, вот я приду, тогда шоколадок не было, игрушек не было. Саша, вот побудешь, вот тебе, мам, я приду за тобой с шоколадкой или с машинкой, с маленькой. В общем, так. А Александр, вот при выборе футбольного клуба с вами советовался? Да, были такие моменты, когда вот эти переходы очень сложные, да, он советовался, когда, допустим, какие-то были сомнения, что там, как. Давайте вернемся в хронологию вообще событий. Сначала была молодежка-локомотива, оттуда Саша уехал в Молдавию, верно? Да. Там он стал настоящим героем. Да. Расскажете? Я туда ездила, и мы ездили туда вот первый раз с Вероникой вместе, с женой, и исполнялось 18 лет, и вот мы осенью, как раз на его день рождения, поехали туда. Небольшой такой город, Тирасполь. Напоминал наши, вот еще, когда газировку вот сбрасывали, мы там вот эти автоматы еще стояли, то есть такое... Стандартный советский город, да? Да, такой стандартный советский город. Вот. И там, конечно, вообще далеко, я не представляла, это на карте, вот открою эту карту и смотрю, это за сколько километров, боже мой, это мы с пересадкой еще туда летели, мы такие оседлые, мы как бы мало куда-то выезжали, на самом деле, вот, возможностей таких у нас как бы не было. Поэтому вот это для меня было вообще тыр-тарары. Ну, знаете, уверенность в том, что все-таки это футбол, это люди, которые серьезные, что они, ну, действительно все, можно доверять таким людям, которые занимаются таким видом, ну, это спорт все-таки, там все здоровые, такие люди как бы здравые, так скажем. Давайте вернемся дальше к клубам. Вот он возвращается из Молдавии, едет в Краснодар, потом Sky Energy, Екатеринбургский Урал. Елена, вот какая футбольная форма вам больше всего нравилась на вашем сцене? Какого клуба? Да. Или все-таки форма не так нравилась, как костюм синей бороды? Вы знаете, ну, мне кажется, вот мне Урал нравился, как-то там вот все это красиво проходило, и такой город достаточно уютненький, приветливый, теплый, солнечный, поэтому Ростов у нас был как раз дальше по хронологии, а затем его вызывают в сборную. Да. Мама знает все на Авторадио. На Авторадио специальный проект, созданный при содействии Российского футбольного союза и при поддержке Газпромбанка. С нами Елена Ерохина, мама прославленного футболиста Александра Ерохина. Мы продолжаем разговор. Так, ну давайте про сборную. Мы все к ней с разных сторон подбираемся. В 2015 году он получил вызов. Да. Как это произошло? Как узнали? Вы знаете, сообщил Саша, мы были, конечно, просто от радости, настолько, ну настолько счастливы от этой радости, радовались вместе с ним, конечно, и понимали, что это ответственность, опять же, очень большая, что это не поехать куда-то, допустим, там на курорт. Это же ответственность, надо играть, показывать себя, свое место находить в этом. Итак, Александра Ерохина впервые вызвали в сборную России. Как это было? Вспомним вместе с заслуженным тренером Российской Федерации Александром Тархановым. Именно с его именем связано успешное выступление Ерохина в составе Урала. Александр, скажите, пожалуйста, вот однажды, работая в футбольном клубе Урала, вы сказали, что вам было бы очень интересно, если бы Ерохина вызвали в сборную, и вот он туда получил вызов. Как вы считаете, это интуиция, или вы были уверены, что он туда обязательно попадет? Я его первый раз посмотрел, он как раз плохо играл. Но хорошие данные у него, и я поэтому его решил как бы оставить в команде. Честно говоря, я с Сашей много внимания взял. Даже футболисты мои были, говорили, почему вы ему уделяете внимание? Я говорю, он старается слушать внимательно, поэтому есть данные, которые можно развить. Вот поэтому я ему много внимания взял. Да, вот я за это хотела вам сказать огромное спасибо, что вы ему доверяли, уделяли внимание, поверили в него. То есть искренне, большое, материнское вам спасибо за это. Спасибо, что вы помните это у меня. Всегда помним и очень благодарны. Александру большой привет. Александру большой привет. Не были, звонили главному тренеру и просили, чтобы Сашу взяли в сборную? Нет, просто его заметили, увидели и взяли. Александр Федорович, давайте немножечко про вас. Вот у вас ведь у самого уникальные, очень богатые футбольные биографии, начиналась все же с непростого детства. Семья из 10 детей? У отца я вообще 13 ребенок. У него еще раз первая жена трое детей было. Вот это да. И вы так же, как Саша Ирохин, тоже родом из Сибири. Да, нет, я родом вообще из Казахстана, но жил в Сибири. А как вы думаете, почему вот среди сибиряков так много талантливых футболистов? Ну, я не могу сказать, что талантливых. Вот в наш период, когда я играл там, где в Ангарске хороший футболист был по коне на Володе. Мы с Романцевым играли. Редкоусы играл в торпедах, в Куклецке в Сибирской играл. Поэтому, ну, наверное, раньше были тренеры хорошие. Наверное, и у Саши тоже детский тренер. Я слышал хороший путь. А сейчас тренер не очень хороший? Ну, сейчас нет таких тренеров, которые... Детских очень проблема. Как вы считаете? Футболистов мало стало выходить. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот влияет ли среда, или наоборот, не влияет среда, в которой растет ребенок на становление футболиста? очень влияет. Очень влияет. У нас просто с Романцевым детский тренер был наш как родной отец. Тем более, у меня папа рано умер. Ну, не рано, ему под 80 лет было. Я когда родился, ему 73 года было. У Романцева тоже отца не было как бы воспитания. Поэтому он для нас был родной отец. Я всегда когда детский тренер я говорю, вы должны вначале влюбить себя в футболистов. А давайте тогда такой провокационный вам вопрос. Скажите, пожалуйста, кто, по вашему мнению, круче играет? Игроки сборной по футболу СССР или игроки российской сборной? Ну, конечно, СССР более талантливые. Много индивидуальных сильных. В каждой команде взять всю высшую лигу, даже первую лигу. В первой лиге очень много футболистов хороших было. А высшие вообще в каждой команде 5-7 футболистов были индивидуально сильные. Ясно, что сейчас все меняется, футбол прогрессирует. Но все равно в индивидуальном плане раньше было намного больше футболистов. Это был заслуженный тренер России Александр Тарханов. Напомню, что именно с этим тренером Александр Ерохин раскрыл софт в футбольном клубе «Урал». Елена, вот на игры чемпионата мира вы ездите или по телевизору смотрите? Мы ездили на некоторые игры чемпионата мира. Мы были на открытии стадиона в Санкт-Петербурге перед чемпионатом мира и были на играх. Мы были в Санкт-Петербурге, были в Сочи на играх. Но атмосфера, конечно, непередаваемая. Столько людей как бы заражены футболом, так сказать, и так болеют откровенно, искренне просто. А вот футбольным программам, где разбирают игры, матчи, вы уделяете какое-то внимание? Смотрите? Вы знаете, не всегда. Слушаю. Конечно, люди, понятно, оценивают с профессиональной точки зрения все это дело. Всегда слушаешь, переживаешь, если что-то говорят, может быть, не очень хорошее. Вы обижаетесь, злитесь, если слышите, что кто-то говорит, что Саша плохо играет, или Саша тут-то... Какие-то нелестные комментарии. Да, какие-то нелестные. Есть какая-то обида, злость, хочется им ответить. Что-то могу сказать, конечно. Я знала это. Ну и всегда говорю слова благодарности, когда хорошие отзывы, конечно. Вот знаете, спортивные журналисты говорят, что Саша за такой длинный свой путь ни разу не попадала в громкие скандалы. Это ваше воспитание или он сам по себе такой? Вы знаете, врожденное. Вот это врожденное у него какое-то качество. Ну вот еще пишет, что равновешенный человек, который ведет тихую семейную жизнь. Да. Так и есть. А мы? Так и есть. Он в детстве всегда, вы знаете, различал, допустим, детское общество и когда, допустим, общество взрослых и детей. То есть он как-то, вот было для него вот эта грань, и он никогда не мешался, так сказать, как бывает, под ногами. Так, ладно, давайте следующие заявления и цитаты проверять. Вот не знаю, насколько доверять источнику, но есть информация, что перед чемпионатом мира в 2018 году известная уругвайская певица, актриса и болельщица Наталья Аррера, знаете же такое, да? Да. Она назвала именно Александра Ерохина самым симпатичным и даже, о боже, сексуальным футболистом в нашей сборной. Поддерживаете ли вы госпожу Аррера в ее суждении? Наташа. Спасибо ей большое за отзыв. Очень приятно. Было неожиданно на самом деле. Ну, было очень приятно. Рады были за Сашу, что такие люди тоже знаменитые вне футбола делают свои отзывы. Такие пикантные замечания. для меня, да. счастья материнского, любви к своим детям. Поддерживайте их, помогайте, слышьте их. И если в какие-то спорные моменты пытайтесь договориться, убедить без навязчивых и настойчивых каких-то своих идей, по-доброму все решать. в любви и все у нас и проявляется, так сказать. Сказать, ребенок становится более, может лучше себя проявить и лучше свои качества раскрыться. Я хотела сказать всем тренерам большое спасибо за их вклад в нашего сына, что они в него поверили, доверили ему и видели в нем перспективу, способности. Очень вам благодарны. Поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Желаем вам и вашим семьям и детям счастья, радости, больших успехов в вашем нелегком труде. Спасибо огромное. Это была мама Саши Ирохина, мама, которая знает все. Спасибо всем за внимание. Друзья, теперь уже услышимся в Новом Году в 2021. Всем добра, счастья, здоровья и новых побед нашим парням. Счастливо. До свидания. С наступающим. С наступающим Новым Годом. Мамы, вперед! Самые близкие и важные в жизни люди Мамы помогают нашим знаменитым футболистам вернуться в детство. Мама знает все. футболистам